После первого тайма Баруси выигрывает у Виктории 2-0. Всё по делу. Футболисты в жёлтых футболках больше контролируют мяч, чаще бьют по воротам и обыгрывают соперников на всех участках поля. К тому же у них в составе сплошные звёзды. Для нас играют хорошие игроки Сева, например, Егор, Матвей. Сева играет на падение. Сева в команде главный. Именно ему доверяют исполнять все стандарты. Именно от него остальные игроки получают нагоняй. На соседней площадке дворовые футболисты в майках сборной России громят своих оппонентов. Подсказки тренера, проигрывающих, к желаемому результату отыграть хоть один мяч не приводят. Видимо, тренировались плохо. Этот турнир для ребят – своеобразная лига чемпионов. И победить здесь – значит сделать первый шаг к будущим победам уже на профессиональном уровне. Я всегда хотела в какой-нибудь московской команде поиграть. Футбол люблю просто так, нравится играть. Интересно. Когда там гол забиваешь, радуешься, эмоции. Надо только тренерам ходить и смотреть, и искать таланты. Они есть. Они, безусловно, есть. И действительно вырастают великие спортсмены. У нас пример Андрианов. Пожалуйста, он тоже. Тоже его нашли. Родственники бывшего начальника футбольного клуба «Торпеда» Андрея Романова, в память о котором и проводится турнир, вспоминают, как он в свое время помогал развиваться молодым футболистам-любителям. Да и вообще футбол в его жизни занимал одно из первых мест. Где бы он ни был в лагере, он во дворе всегда собирал команду из мальчишек, устанавливал символические ворота и мечом гоняли футбол. Он даже взрослых организовывал, не то что маленьких мальчишек увлекал, да и взрослые бегали тоже с ним. Не профессионалы, а просто мужчины со двора. По регламенту турнира сначала игры в группах, затем плей-офф. Обладатель же осеннего кубка среди дворовых команд определится через неделю. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал.